Всем привет! Меня зовут Анастасия Денисова. В сегодняшнем выпуске я с командой МедТВ расскажу вам о самых ярких событиях этой недели. 18 апреля в стенах нашего университета прошла ежегодная игра «Что, где, когда». Подробности о сюжете Анастасии Травиной. 9 команд, от 3 до 6 человек в каждой, собрались в Мете, чтобы принять участие в игре и проверить свои знания. На самом деле в Мете я первый раз на этой игре, хоть я здесь уже учусь 5 лет, но как-то все не было времени. В школе часто увлекался, а вот в Мете первый раз. Пришлось играть с ребятами, для которых это все, вообще чуть ли не впервые. Я был как раз в роли того человека, который играл почти впервые. Каждая группа участников должна была в письменной форме дать ответы на вопросы, которые задавал ведущий, и передать их жюри. Стоит отметить, что студенческие команды находили решения на достаточно сложные вопросы. Их составлением занимался Сергей Балабаев, руководитель клуба интеллектуальных игр МИЭТа. Большая часть из них требовала проявления смекалки и сообразительности. Вопрос номер 17. Перед вами представлены минималистические постеры к советским фильмам. Назовите фильмы. Всего было проведено два тура, в которых было задано 25 вопросов. Они затрагивали разные отрасли деятельности. Иногда вопросы касались общих знаний, иногда конкретной области, например, нефтегазовой. Студенты отметили достойную организацию мероприятия и пообещали принять участие в следующем году. Организаторы, в свою очередь, оценили подготовку команд и обязались выйти на новый уровень. Абсолютно все вопросы сложны, особенно, когда неправильно поставлен вопрос не так, как ты думаешь. То есть он поставлен одним образом, как думал сам человек, придумавший этот вопрос, а ты думаешь немножко по-другому. Такие неоднозначные вопросы, на которые вроде бы знали ответ, а вроде бы и нет. Отвечали неправильно, естественно. Мы планируем несколько турниров чисто среди студентов МИЭД устраивать. В общем, у нее планируется большой турнир среди московских команд. Благодарим за игру организаторов, членов жюри и всех знатоков. Поздравляем команду «Чайная комната» с победой и желаем не останавливаться на достигнутом. Анастасия Травина, Никита Бондаренко, МИЭД-ТВ 20 апреля состоялся финал Зеленоградской лиги КВН МИЭД. За игрой наблюдал Павел Королев. Финал сезона хайпа. Пять коллективов, фруцов, бой за звание чемпиона. Команда уже за кулисами. Мы начинаем КВН! Из 14 коллективов, стартовавших в сезоне, до финала дошли лишь самые веселые и находчивые. Вот-вот начнется последняя игра, но участники спокойны, как никогда. Ты больше так даешь смотреть в камеру? Нет, давай в камеру лучше. Что думаешь о соперниках? Все сильные ребята, хорошие, добрые. Общались с ними за кулисами. Привет, как дела, что на план на лето, как им заправляешься, что на трудах делал. По традиции, первый конкурс приветствия. Участники часто прибегали к актуальным темам. Не обошлось и без шуток про политиков. Путин фальсифицирует выборы. Дим, ты что такое говоришь? Представьте! Разминка в КВН самый сложный конкурс. Ведь он, в отличие от остальных, требует импровизации. Командам всего за 30 секунд нужно придумать смешной ответ на вопросы зрителей. Это я в 2009 году закончил мед. И хожу на КВН до сих пор пьяный. Завершающий конкурс музыкальное домашнее задание. Все команды показали цельные выступления. Один большой номер на несколько минут. Так, например, «Вишневая шестерка» представили свою версию сказки «Бременские музыканты». Трубадор, а почему тебя так зовут? Потому что «Струнодер» звучит по-идиотски. Игра завершена. Третье место по итогам финала заняли дебютанты сезона «Вишневая шестерка». Второе досталось команде «Дискотека имени Ленина». А чемпионами второй год подряд стали «Лето в столице». Лига МИЭД, Лига МИЭД вообще замечательная в плане работы. Тут кого реально занимаются, редуктора реально помогают тебе. Я адекватно относя к твоим номерам. Они как-то лепят вас. Это видно по первому нашему сезону в МИЭД. Они нас лепили, и мы добились результата, что за один год дошли до лампы. Спасибо большое, Руслан Андрей. Выступали в очень многих вузах, выступали в «Планете КВН», выступали в Сочи. Мы много где выступали, но здесь самое приятное, самое теплое зрители. И это самая очень крутая обстановка, после которой хочется возвращаться снова. Большое спасибо нашим любимым зрителям. Сезон подошел к концу, но зрителю не придется ждать полгода, чтобы снова прийти на КВН. Организаторы сообщили о проведении летнего кубка с денежным призом для победителя. Весна скоро закончится. Следующая игра уже не за горами. Павел Королев, Михаил Силин, Светлана Мурыгина, МИЭД ТВ. В минувший четверг в МИЭДе провели второй день технаря. Как он прошел в репортаже Анастасии Кант. Уже второй год технические факультеты института МИЭДа отмечают свой праздник вместе. В этом году День технаря предстал перед участниками в обновленном формате. На сей раз решили обойтись без традиционного концерта. Вместо этого студентам было предложено принять участие в квесте. Пришли своими командами и нам раздали путевой лист. Мы пошли выполнять разные задания по разным аудиториям. Там были на математическую логику, на физику и на химию. Это было на самом деле достаточно сложновато, тяжеловато, но моя команда совсем очень хорошо справилась. Формат в прошлом году был концерт на сцене ДК. В этом году мы решили отойти от этого, так как это не пользуется особой популярностью. Сделали квест, квест-игру, которая проходит в МИЭДе. И одновременно с этим запустили аллею таких интересных шкур, разные опыты. И роботы у нас есть, и много всего интересного. Как и в прошлом году, на первом этаже ДК расположилась тематическая аллея. Химические опыты, головоломки, выжигание на яблоках, рисование хной, 3D-ручки и гонки на радиоуправляемых машинках. У всех желающих была возможность самостоятельно изготовить себе сувенир, нарисовать что-то на деревянном кулончике или наклейке. Пришедшие на мероприятие могли поуправлять роботами, примерить шлем виртуальной реальности или собрать простейшие электрические цепи. Студенты проверили свои знания и интуицию, ответив на вопросы викторины. Что такое бельдюга Андреяшева? Это А. Крупная бойцовская собака Б. Вид морских окунеобразных рыб И В. Настой пантерового мухомора Помимо этого, были подведены итоги конкурса репостов и конкурса «Найди микросхему». Победители получили призы от спонсоров мероприятия. Немного чего интересного на самом деле было. Мне кажется, что все интересно, что инвестили. Больше всего мне понравился, наверное, сам квест, потому что я в нем участвовала и организовывала. Мы стояли на этапе, где надо было с помощью математического маятника вычислить свободное ускорение. На дне технаря мне понравился квест, понравилось само мероприятие, как его сделали. То есть вот эти вот все печенюшки, чай, то есть это все дружеская атмосфера. Ну, технарь – это технарь, а гуманитарий – это гуманитарий. Это как бы просто надо прочувствовать это, не объяснить словами. Каждый участник мероприятия мог сфотографироваться с хэштегом или с роботом-ракетой, ставшим символом этого праздника. Отметили День технаря Анастасия Кант, Илья Чемерев, Кирилл Мозин, МИАД-ТВ. Это все на сегодня. Вы смотрели новости МИАД-ТВ. Выпуск провела Анастасия Денисова. Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме. До свидания. Продолжение следует...